Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся и у нас продолжение фанфика «Но здравствуй, счастье!» от автора Ли Соль. На очереди глава двадцатая и поехали! Намджун усадил Омегу на переднее сидение и пристегнул. Юнгия соловелыми глазами смотрел на этот мир, слабо понимая, что происходит. — Папик, — тихо прошептал он, когда Джун сел за руль и завел мотор. — А куда ты меня везешь? — В вытрезвитель, — усмехнулся Альфа. Джун подмигнул фарами Техиону и тронулся с места. — Ой, — Юнгий вытаращил глаза и закрыл рот ладонью. — А мне туда нельзя! — А, по-моему, тебе там сейчас самое место. — Я не поеду! — заорал Мин и принялся отстегивать ремень безопасности. — Где ты, Хён? Мне нельзя к алкашам! Отец же меня уроет! Папик, останови машину! — Да успокойся! — ряфкнул Намджун. — Я тебя везу домой. — Да еще хуже! — Омега вновь начал лыкать. В его захмелевшей голове начали проноситься все виды наказания отца, которые последуют за пьянку. — Намджун! Ну не вези меня домой! Я выпрыгну из машины! — О, так ты помнишь, как меня зовут? — хмыкнул Альфа. — Сядь и не рыпайся! Властные нотки в тоне Джуна заставили Омегу еще больше взбунтоваться. — Да я тебе сейчас морду лица расцарапаю! — зашипел Мин. — Пойдешь к алтарю с располосованной рожей! — До свадьбы заживет! — невозмутимо ответил Ким. — Я тебя к себе домой везу. — Ты можешь угомониться, но всего пять минут назад ты отрубался на ходу! — Зачем? — вновь вылупился Мин. — Ты насильничать меня собрался! — Чего? Это что за слово такое? — опешил Намджун. — Ну, совсем неадеквате. — Тогда какого хера ты прешь меня к себе домой? — Ну, ты ж сам сказал, что тебе к вам домой нельзя! — начал заводиться Джун. — Детка, ну заткнись, будь добр! — А не ори на меня! Я от стресса могу обтошнить твою тачку и тебя за компанию! — пригрозил Юнге. — Детка, я тебя придушу раньше, чем женюсь! — процедил сквозь зубы Альфа, сжимая руль. — Ну вот как так? — подумал Альфа. — Всего несколько минут назад я был счастлив нести его на руках, а теперь мне хочется эту заразу немножечко стукнуть, чтобы не вопил, как потерпевший. Хотя есть другой способ его заткнуть, но я за рулем. — Попробуй только! — шмыгнул носом Мин. — Я тебя органы размножения вмиг лишу! Меня твой брат научил! — Ты без детей хочешь остаться? — не задумываясь, ляпнул Джун. — Каких детей? — не понял Юнге, успокаиваясь. — Никаких! — опомнился Альфа. — Детка, отдохни, пока мы едем. Ты устал. Насиловать я тебя не собираюсь. Ну, поспи, а? — Обещаешь? — Да. Отдыхай. Мин откинулся на сиденье и закрыл глаза. Несмотря на хмель и на то, что он сейчас едет куда-то с Намджуном, он вдруг себя почувствовал в безопасности. Так он раньше себя чувствовал только рядом с Техеном. Мысли о Меге бессвязно перескакивали с одной на другую, и он начал потихоньку погружаться в сон. — Детка, ты уснул? — спросил Джун, косясь на Юнге. — Нет. — послышалось тихое бормотание. — Так что с твоим Альфой? — С каким Альфой? Юнге отвечал Альфе в полудреме, не осознавая, что он говорит. — Ну, твоим Альфой, — настойчиво повторил Намджун. — Нет у меня никакого Альфы. — А Чимин? — А чем принца любит? — Какого принца? — продолжал допрос Ким. — Да брата твоего, Розу, — прошептал Юнге, не открывая глаз. — А как же ты? — А чё я? — Он мой друг. — Так, Пак твой друг, а не Альфа, — догадался Намджун. — Да. Выбалтывал все свои секреты пьяненький Мин. — А ты помнишь, как сказал, что ты мой? — Широкая улыбка расплылась на лице Альфы. Его жених свободен сейчас и был свободен до этого. А зачем он соврал, Джун выяснит это потом. — Не помню, но рассказал-то, значит, так и есть, — едва слышно произнес Юнге и отключился от внешнего мира окончательно. — Обалдеть, — протянул Намджун, — похоже, я тебе нравлюсь, детка, и меня этот факт определенно радует. Рядом раздалось тихое посапывание. Джун посмотрел на Юнге. В этот момент Омега выглядел таким беззащитным. Красивые губы приоткрылись, пряди темных волос упали на лоб, на щеке красовался едва заметный синяк. — Взгляд Альфы переместился на руки Мина. В груди неприятно защемило от вида сбитых костяшек. Джун снова вернул свое внимание на дорогу. — Умаялся, герой, — тихо проговорил Ким. — Да невозможный, Омега, но такой красивый. Чувствую, что устроишь ты мне веселую жизнь. И я, похоже, уже совсем не против. Только вот как тебя укротить, строптивец? Юнге во сне я почмокал губами и удобнее устроился на сиденье. — Спи, детка. Нам с тобой еще предстоит выяснить, что между нами происходит. А Чунгук сидел на пассажирском сиденье рядом с Тихеном. Чун не сводил пьяные глаза с Альфы, думая о том, какой все же классный муж ему достанется. — Гуке, ты сейчас во мне дыру взглядом прожешь, — заметил Те. — А ты против? — усмехнулся Гук. Впервые в жизни он не размышлял о планах и графиках, рассматривая идеальный профиль Тихена. Позади слышался негромкий разговор Джина с Чимином, но Гук не вникал в суть. Ему было не до этого. То, как Тихен бросился на его защиту, показало Меге, что Те действительно испытывает к нему какие-то чувства. Ну, по крайней мере, так решил Чунгук. — Вовсе нет, — улыбнулся Ким. — Тихена, почему ты меня защищал? — Зайчик, ну, довольно глупый вопрос, — нахмурил брови Альфа. — Тебе не кажется? Ты мой жених, ты мой Омега, этим все сказано. — Я твой Омега? — округлил глаза Чунгук. — И когда я успел им стать, по-моему, рановато для таких слов. — Рановато? — послышался насмешливый голос Джина. — Этот вот меня своим тоже назвал. — Хотя мы видимся всего во второй раз в жизни. — Вы хотя бы обручены. — А ты против? — тут же отреагировал Пак. До этого момента они вели ненавязчивый разговор о карьере Джина, чему Чимин был безмерно благодарен. Он не представлял, как будет все объясняться к Джину, и еще неизвестно, каких сказок наплел Мин своему жениху. — Хм, ну, я бы сказал, да, — задумчиво протянул Джин, но на самом деле нет. — А ты неоднозначный, — усмехнулся Пак. — Я многогранный, — заявил Джин, и ты мне должен ответить на очень много вопросов. — Знаю, — вздохнул Альфа. — Спрашивай. — Дома поговорим. Здесь не очень удобно. Джин показал глазами Нате с Гуком, которым в действительности было все равно, что происходит на заднем сидении. И если бы Джин и Чимин начали прямо сейчас целоваться, то они бы этого даже не заметили. — Ну, — замялся Тихен, — как я понял, ты не против им стать? — Не так быстро, парень, — возмутился Чунгук. — Ты что думаешь, двинул какому-то мудаку за меня по морде, и я в качестве благодарности к тебе в постель прыгну? Я не из таких. Спасибо, конечно, что помог, но губу закатай. Чун, нахмурившись, отвернулся от Альфы. Он принялся что-то сосредоточенно рассматривать в окне. — Гуки, — тихо рассмеялся Тихен, — я же не зову тебя в постель, я вообще-то замуж тебе предлагаю. Все будет идти своим чередом. Сначала пойдем на свидание, будем встречаться, как нормальные люди. До свадьбы еще несколько месяцев, так что просто побудем парой. Ну как тебе такой вариант? — То есть мне не нужно ублажать тебя за спасение? Гук, прищурившись, нофь посмотрел на Те. — Да нет, конечно. Почему ты решил, что мне нужна какая-то особенная благодарность? — удивился Альфа. Обычного спасибо было более чем достаточно. — Ну хорошо, — поджал губа Чунгук. — Ты говорил, что у тебя для меня какой-то сюрприз. — Это будет позднее, — пообещал Тихен. — И не после ваших приключений. — Ты меня заинтриговал. Глаза Чуна заинтересованно заблестела и в полумраке автомобиля. — А ты любопытный, — констатировал Те. — Я надеюсь, что Юн не подерется с Джуном. Он в таком состоянии на все способен. — Ты моего брата плохо знаешь, — вновь встрял Джин. — Джуни может приструнить любого, даже меня. — А тебя приструнять нужно, — подал голос Чимин. — У тебя такой способности нет, — категорично заявил Сак Джин, откинувшись на сиденье. — Тихен, мы почти приехали. Чимин ничего не ответил. Он на свой страх и риск взял руку Джина и легонько ее сжал. Омега едва заметно улыбнулся, но руку не выдернул. — Наверное, нет, — добавил про себя Джин. — Кто где спать будет, — поинтересовался Джин, входя в дом. — Проходите, будьте как дома. Все гурьбой вошли в прихожую. Все, кроме Юнги. Его, как принца, внесли на руках. Джун не смог разбудить Омегу, и поэтому пришлось пьянчушку тащить на руках. Гук в одной гостевой комнате начал распределять места для ночевки на Мджун. Тэ во второй, Чимин в третий. Или вы хотите спать вместе? — Ну, это как карта ляжет, — ляпнул Джин и подмигнул Паку. — А у Чимина пропал до речи. — Этого не может быть, — пронеслось у него в голове. — Он просто пьян и не понимает, что предлагает. Я этим не буду пользоваться. Да, боже мой, да что, со мной я монахом стал? — Ну, решайте сами. Детка спит со мной, — заявил Джун и решительно направился в свою комнату. — Джун, — остановил его Тухен. — Ты уверен? Он вообще-то мой брат. От своего брата ты меня отдельно уложил. — А ты хочешь спать с Гуком? — удивленно приподнял брови нам Джун. — Да ради бога, если Гуки не против. — Гуки против, — сказал Чунгук. — Рано еще нам ночевать вместе. — У меня приличный Омега, — сделал вывод Тухен, слегка расстроившись из-за отказа Чунгука. — Я тоже приличный. Вдруг пробормотал Юнги на руках у Джуна. — Ага, — усмехнулся Ким, глядя на спящего жениха. — Приличный, как их поискать. — Ладно, давайте отдыхать. Я устал, как собака. Гук, позвони родителям. — Хорошо, — согласился Чунгук и достал телефон. — Те, пойдем, я покажу тебе комнату, — сказал Джин. — А я? — спросил Пак. — А ты идешь со мной в мою комнату, — приказал Сак Джин. — Я приму душ, и у нас будет очень увлекательная беседа. — Ну, как скажешь, Роза, — пробормотал Чимин. — Удачи, Чим, — тихо прошептал Те Дрогу, хлопая его по плечу. — Она тебе понадобится. Джун аккуратно уложил Мина на свою постель и включил прикроватный ночник. Мягкий свет осветил умиротворенное лицо Омеги. Ким несколько минут любовался своим будущим мужем, рассматривая правильные черты. — Тебя же как-то раздеть нужно. Джу назадаченно почесал голову. — И как это сделать и не получить нечаянно в глаз? — Наверное, я для начала приму душ. Надеюсь, ты не очухаешься, пока меня не будет. Не хотелось бы, чтобы ты сбежал. Я и так прошлую ночь не спал. И искать тебя потом у меня нет никакого желания. Юнгей что-то невнятно пробурчал во сне и обнял подушку, сбросив с ног кеды. — Отлично, разулся сам, — одобрил действия Омеги Джун. — Никуда не уходи, я скоро. Альфа, стаскивая одежду на ходу, направился в душ. Стоя под теплыми строями воды, Джун ощущал какое-то трепетное волнение от того, что сейчас будет спать рядом с Мином. Это его удивляло, ведь, по сути, рядом будет очень пьяный человек. Но его это не раздражало. Наоборот, у него будет возможность получше рассмотреть жениха. С того момента, в ювелирном магазине, когда он обрабатывал губы Юнгей, Джуну постоянно хотелось смотреть на Мина. Казалось, что этот несносный Омега загипнотизировал его своими кошачьими глазами. — Я сегодня даже не ужинал, — пробормотал Альфа, вытираясь. Сейчас посмотрю, как детка, и перекушу. Нам Джун вышел из ванной и замер. Мысли о еде вылетели из головы мгновенно. — Вот это поворот, — вырвалось у Джуна. — А че уметь? Пока он был в душе, Юнгир разделся и сейчас в одних трусах раскинулся на его постели звездочкой. Альфа, как во сне, подошел к кровати и жадно начал рассматривать Мина. Взгляд скользил по стройному телу, не пропуская ни одного миллиметра. — Он был прав, у него идеальный живот, — прошептал Джун, сглатывая. — И ноги, и все остальное. В горле у Альфы пересохло, дыхание участилось, в голове зашумело. Его член начал уверенно твердеть от представшего перед ним зрелища. Пальцы начало покалывать от желания прикоснуться к алебастровой коже, и захотелось попробовать, какая она на ощупь. — Бля, — застонал Джун, — и как мне теперь рядом с ним спать? И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует, а с вами была Маруся. Желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня, не болейте и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok